Знаменитый наигрыш Угарова на фронтовом инструменте словно возвращает в те времена, когда не было проигрывателей и гаджетов. В годы войны гармонь была еще одним видом вооружения Красной Армии. Какие гармошки поставлять на фронт решалось на уровне Верховного Главнокомандования. Сейчас уже мало кто играет на таком инструменте. Это гармонь русского строя. Таких сейчас уже не выпускают давно. Но где-то она послевоенная, где-то или начало 50-х годов, или конец 40-х древних, купила по объявлению на Авито. Они продаются, есть такие, но игроков на них на ней играть тяжеловато, потому что у нее на одной клавише в одну сторону один звук, в другую – в другую. Тальянки и хромки поднимали настроение, а значит и боевой дух воинов. Сегодня жителям Самары снова решили напомнить о тех временах. Участники военно-исторических клубов ежегодно проводят реконструкцию боевых действий во время Парада памяти на площади Куйбышева. Начиная с самого первого парада, который прошел в 2011 году, реконструкторы всегда принимали активное участие в этих мероприятиях. То есть мы были представлены и на площади, и на исторической технике. С 2013 года мы начали проводить военно-исторические реконструкции. Изначально на площади Куйбышева, потом мы перейтились на нашу набережную. Шаг! Назад возвращаемся. Шаг! Испытать свои силы в тренировке штыкового боя смогли все желающие. Сегодня это не входит в программу воинской подготовки, а здесь уникальная возможность освоить исторические приемы. Также и ознакомиться с образцами вооружения, военной техники и обмундирования солдат времен Великой Отечественной войны. Моя форма – это форма НКВД, то есть форма 1941 года, потому что отложной воротничок, на ней краповая петлица с малиновым кантом. Но сейчас я, скажем, в лице рядового. Мы реконструируем 4-е управление НКВД, это штурмовые дирекционные бригады как раз таки. Парад 1941 года в запасной столице сыграл стратегическую роль в истории. Боевую мощь Красной Армии смогли увидеть послы многих государств, которые в итоге не рискнули вступить в войну на стороне фашистской Германии. Уже 10 лет это действие повторяется на площади Куйбышева 7 ноября. Сейчас это особенно важно для нового поколения будущих воинов. Можно сравнить, как изменялось оружие, какие раньше были пулеметы, автоматы, а какие сейчас. Что сейчас, конечно, более эргономичные, удобные, иногда легче, но все-таки надо помнить историю. В этот день на площадь пришли те, кто неравнодушен к своей истории. Были организованы экскурсии малыми группами для курсантов военно-патриотических клубов и студентов. Они смогли прикоснуться к реликвиям, чтобы потом, возможно, и самим стать реконструкторами. Но это уже после отмены противоэпидемических ограничений. Олег Зверев, Константин Головин. События.